Всем привет! Здравейте на всички! Так, у нас сегодня есть новые люди. Имаме ли дни из нових хора? Новых не видно. Не виждаме нових хора. Может у кого-то свидетельство есть? Может быть, някое имя свидетельство? Моим. Пожалуйста. Заповядайте. Здравствуйте всем! Нет терпения, да вам поздравим. Чак я, да съугледам нових хора. Как раз посмотрю, вижу новые лица. Сожалею, что мы не виделись три недели. Да. Също. Но такива са обстоятельства. Были такие обстоятельства. Я чувствую своим сердцем, что что я буду ходить по всей земле и нести Божью славу по ней. И това почва да се исполнява. Это начинается исполняться. С второго ми отивание в Армения. Со второй моей поездкой в Армения. Но перед тем, как рассказать вам про это, хочу вам рассказать, что вчера вечером Бог сделал. Какое большое сердце у нашего Бога. Я си мислик за Него, а то любовь, като пеех ми. Я думал о Его любви, пока мы все вместе здесь пели. Мислик си, колко сам несовершен. Я думал, насколько я несовершенен. Как не могу да Ва обичам така, както Той Ви обича. Как я не могу любить Вас, так как Он любит нас. Защото това не е да харесвам някого. Потому что это не то, чтобы мне кто-нибудь нравился. А трябва да Му служа. А я должен служить Ему. И това е трудно. И это трудно. И словото каза в первом Иоаннову. И слово говорит в первом послании к Иоанну. Ако не можешь да служишь на този, който е до Тебе. Если не можешь служить тому, кто рядом с Тобой. Колко по-трудно е да служишь на Симогащие. Насколько трудно будет служить всемогущему, которого не видишь. И ставаме лъжци, когато казваме, че обичаме Бога, не служим на ближния. И мы становимся лжецами, когда говорим, что служим Богу, но не служим нашим близким. Бях изобличен. Я был обличен. Това е друг раз. Горискам да Ви кажа с нощи какво се получи. Хочу Вам рассказать, что вчера вечером случилось. Давид завърши курса за правоуправление. Взема си книжката успешно. Давид получил права. И благодаря на Бога за то, че е толкова напорис и постоянен и успя. И благодарю Бога за то, что он такой целеустремленный. Защото като гледам поучат, сега аз може би не имам взема книжка, ако трябва да се явя. Потому что если я бы сейчас явился переполучать права, то я, наверное, не смог бы. Но, както и да, обещах им да отидем и да се почерпим. И я обещала, что мы пойдем вместе и отпразняем. Запазихме си место тук, в едно място, което харесваме. Мы себе заказали столик вместе, который нам нравится. И тайно в сердце ми беше да поканя и другите си големите си дъщери. И у меня в сердце было тайное желание, чтобы позвать еще старших дочерей моих. Обаче, когато питахме за места, там нямаш вече. Но когда мы спрашивали о местах там, то нам сказали, что их больше нету. И како се получава Бог? Чува молитвата на сердцата ми. И что получилось? Бог слышит молитва нашего сердца. Бившица супруга с двете ми дъщери. Бывша моя супруга с двумя моими дочерми. Бяха в същото заведение, в което ни отидавали. Были в том же заведение, в которое мы пошли. И те си тръгват, не влизаме. И они как раз уходят, а мы заходим. И моите остават направо увисна. И у меня прям челюсть упала. Случа се така, че преди време, това са хепи заведения, аз съм работил в тях, в достало тях. Было време, когда я работала в этих заведениях, это заведение хепи. И управителем и приятел бих казал. И там руководитель, он как мой друг. И там няма свободна маса, всичко е резерве. И там нету свободных столиков, все зарезервировано. Но я его попросил, сказал, что вот это все мои дочери, три. И один сын. И один сын. И две жени. И две женщины. Я почувствовал себя как Яков с двумя женщинами. Мы друзья с моей бывшей супругой. Даже они с Ниной сидели, разговаривали, смеялись. И беше страхот на вечер. И был невероятный вечер. И когда я пришел домой, я думал, Господи, насколько мы ограничены. Как мы должны любить всех, чтобы они спаслись. Отдавна съм моля за майката на двете ми лица. Я уже давно молюсь за мать моих двоих дочерей. Та не верваща, религиозно верваща, няма значение. Но вчерашния случай мне показал, что как раз именно так люди покаятся. Через нашу любовь. И меня это так тронуло. Бог е толкова невероятен в действията си. Представьте ли си, шегата. Две дети и супруги, бившите и настоящите. Представляете, какая шутка. Две супруги, бывшие и настоящие. Дори децата казаха, ей, многоженец, и нали пашнаха шеги. И даже мои дети шутились. Вот, многоженец. Но беше такава радость. Но была такая радость. И я благодаря на Бога за това. Я благодарю Бога за это. Да, смешно, видишь, что невозможно да го восприеме тук. Такая, нормальная. Да, смешно, потому что невозможно воспринять это головой. Аз искам да Ва поздравя с един стих от 2 Коринтия. Хочу Вас поздравить одним стихом из... Това е благословението на Павел. Да, много значения. Первое послание Коринфина. Второе послание Коринфина. Павел казва... Павел сказал... Благодать Господа Иисуса Христа. Благодать Господа Иисуса Христа. Любовта на Бога Отца. Любовь Бога Отца. И общението на Святия Дух. И общение Святого Духа. Добаватся с всички нас. Амин. Со всеми нами. Треба да научи словото. Шигу. Шигуночиш, не са шигу. Преди три седмици. Три недели назад. Хорих в Армения. Я ездил в Армения. И не я ездил, а меня Бог туда отправил. За шестьдесят шесть години. Два пъти в една година. За шестьдесят шесть лет моей жизни. Два раза за последний год. Ако има время, пак ще въйти до тая година. Если будет время, то я в этом году еще раз съезжу. Не знам за Иерусалим, но в Армения ма дърпа страхотно. Но в Армения мне прям понравилось. Явно корените ми са от там. Явно мои корни там. Разбира се, че Израил ма дърпа. Искам да кажа, че корените ми са от там. Понятное дело и в Израиль хочу поехать, но мои корни там. Господь, он чудесный. Я хочу вас поблагодарить, что вы тоже мне помогли. За хората от Арцаха, бивший Арцаха. Что вы помогли людям Арцаха. Нагорный Карабах, да. Благодаря. Людям из Карабаха. Арцаха по-армянски, затова указывам така. 120 тысяч души бяха прокладени от там, знаете. 120 тысяч людей были оттуда изгнаны. Вы об этом знаете. И слава Богу, че този път не беше като в Турция, да ги убиват и да ги гонят и така на то. И слава Богу, что это не было как в Турции, чтобы их выгоняли, убивали и так далее. Но вопреки всичку армянски, а духи този, който пяти тысячи години ги держи, нация. Но вопреки всему, вот этот дух армянски, который их держит. Пять тысячи години. Который держал их пять тысяч лет. Да, нямащи Авраам, когда ты имаши... Няма значения, история няма, да говорим, да. Авраам идва от Армении, как тебе? Авраам пришел из Армении. От Арарата слеза. Да. Сошел с Арарата. Да, траса шегуваме, что-то много серьезно стало. Мы должны шутить, иначе слишком серьезно получается. Така и... Искам да ви кажу, что с малкото... Хочу вам сказать, что? Стотинки. Три хилля лева не с стотинки, но малкото пари, което занесах. Но с тем маленьким количеством денег, с которым я приехал... Конечно, три тысячи лева это не так мало, но все равно с маленьким количеством. За две недели мы успели собрать три тысячи лева. За это чудо для меня. И посетил точно петь семейства. И я посетил ровно петь семей. Паруто семейство му впечатлили на много. Первая семья меня впечатлила больше всего. Я думал, что у меня много детей. Но той маше восемь. Но у него было восемь. Беше много благословен маше. Он был очень благословенным мужем. Был младше меня. И армянците, като имат гости, аз не знам, дали знаете, аз научих вереван това. И армяни, когда у них гости, не знаю, вы об этом знаете или нет. Но когда у них есть гости, все, что у них есть в холодильнике, они достают и кладут на стол. Независимо утро, дали ще имат да едат или нямат. Независимо от того, будет ли что им есть завтра или нет. А това понякога ма затормозваши, потому что трудно е да излезеш. Но както и ты можешь да не го привезеш. И този человек едва се докарал семейството в Армения. Едва перевез свою семью в Армению. Но ми извадим мед от неговите пчелички. Но он достал мне мед со своей пчели на ферма. Казвам го, защото две бурканчета имаш, които ти си донесал. Я это говорю, потому что у него было две банки, которые он принес. И една те звали да почерпи. И одно он достал, чтобы поделиться, угостить. И я с тогарами к маску пора, я тога сидам да помогам той, той мы благословим. И я подумал, вот что я делаю здесь? Я пришел помогать, а это он меня благословляет. То, что меня впечатлило, что этот человек, конечно, верующий. И он сказал, мы успели и так же успеем. И он сказал, мы успели и снова успеем. Нямо да ви кажу, что только что он ремонтировал дома, направил нововведение. Я вам не скажу, что он только что сделал ремонт, добавил нововведение в дом. Остал си конете, овцете, пчелите и всичко така. Поставил коней, пчел и так далее. И не знаю, дали това ви говори нечто. И не знаю, вам говорит это что-то или нет. Другая семья была, там была вдова. Вспоминаю только слова из армянского языка. Эта жена потеряла своего мужа в войне с друзьями из другой страны. Тя имаше четверо деца. Вярата ей пак беше на високу ниву. Перед тем, как приехать, она потеряла ребенка, которому был сего гост. Но не знам, как я стигнал до ручья, и че в което се отдавило. Не знам... Тежка работа. Чакайте. Чезборг язык. Не знаю, как этот ребенок, но он добежал до ручья и утонул. И след твой са решили да отиват в Украина, започнала войната. И после этого они поехали в Украину и началась война. Вернули са в арцах и ги изгонили. Вернули са в арцах? Да, Карабах. И оттуда их выгнали? И сега живеят в Армении. И сейчас они живут в Армении. Същата работа. Лицата им не са ведри да се смеят. То же самое. Лица у них не таки счастливые, чтобы они смеялись. Но у них есть здоровый дух. Какво искам да кажа? Аз не хваля никого в момента. Аз говоря за Божията любов. Что я хочу сказать? Я не хвалю сейчас никого, но я говорю вам о Божией любви сейчас. Утиваш да служиш на някой и виждаш силата му. Ты едешь и служишь кому-то и видишь его силу. Через Христос в них. Через Христа в них. И аз искам да ви насърча. Я хочу вас вдохновить. Разбира се, че парите помогнаха на тези, на които стигнах. Деньги помогли тем, до кого они дошли. Но искам и да ви насърча с вярата, която връщам оттуда. Но и хочу вас вдохновить верой, с которой я вернулся оттуда. То Христос возвращается, и мы должны задумываться, что мы делаем в каждый момент нашей жизни. Свидетельство, че Той е затыгало. Той не идва, Той е затыгало. Гледа навече. И это даже свидетельство, что Он не идет, а Он уже за углом вон там стоит. И ако утре дойди, ти готов ли си да Го срещнеш? И завтра, если Он придет, ты готов Его встретить? И пак, не случайно в благослових, стоя поздрав на Павел. И я не случайно вас благословил этим поздравлением от Павла. Мы несовершенные люди. Но общението на Святия Дух но общение Святого Духа е това, което не прави по-високо, не издига по-високо от обикновените хора. Это то, что нас поднимает, поднимает выше от обычных людей. Хочу вас благословить Божьей любовью. И дайте вам наставление, что вы больше от това, което бяхте преди, чем были раньше. И то, что вы сейчас, в данный момент, может поднять того, кто сейчас упал. Бог да я благослови. Пусть Бог вас благословит. Спасибо. Благодаря нас, Сички. И Малеш.